За Кубок Восточных Танцев «Грёзы Султана», который состоялся в областном центре, боролись 250 участников со всей России. Танцоры приехали из Москвы, Костромы, Ярославля, Саратова и Липецка. Возраст участников разный. Полина Карева оказалась самой юной участницей Кубка Восточных Танцев. Ей всего 5 лет. Подобные соревнования проводятся на Ивановской земле второй год подряд. Но на этот раз желающих продемонстрировать пластику и грацию оказалось намного больше. В прошлом мы очень ограничили количество участников. В этом мы перестали принимать заявки, по-моему, за месяц. Но если бы мы принимали, надо было несколько дней проводить. Организаторы разделили участников не только по возрастному признаку, но и по уровню профессионализма. Выделили сольные и групповые выступления, а также разграничили танцевальные направления. Помимо классического танца, это такие, как шоу, камеди, трайбл. В итоге организаторы учредили 81 номинацию. Но, несмотря на это, жюри строго оценивало всех. Судейская бригада, они меняются. У нас судьи из Москвы, у нас судьи из Тулы, Ярославль, Кострома, конечно же, Иваново. То есть, достаточно серьезные судьи, которые судили не один конкурс и просто так в судействе не проходят. То есть, они все прошли профессиональную подготовку, повысили свою категорию судейскую. К профессионалам судейская бригада предъявляла требования более жесткие, чем к новичкам. Да и критерий в оценке для них намного больше. Порядка 10. Один из самых важных – арабизм. Мы танцуем все-таки чужду для русского человека культуру. И мы хотим, чтобы девушки, которые занимаются восточным танцем, наполнили танец именно Востоком. Именно тем духом той страны, соответственно, с фольклором той страны, чтобы они были знакомы с манерой исполнения данного стиля, который они берут. За кубок восточных танцев боролись не только девушки и женщины. Среди участников два танцора-мужчины из Ярославля и Иваново. Удивляться этому не стоит. На самом деле существует несколько разновидностей мужского танца. И считать восточный танец занятием исключительно женским совсем неправильно. Дубль Почерникова Олег Милехин, РТВ Иваново.